Мы его не снимаем. Нет, он рассказал. А потом рекламу обязательно. Да, он рассказал рекламу, в ведущих моментах он уже под ла-бла-бла. Ну я понял, хорошо. Он начинает работать. Он поднимает кнопки, и в тот момент он начинает снимать. Все, что будет происходить... Это даже выступимый участок. Мы просто уже стоим на паузу, просто просто не перспоминяемся. Время 7-метровно. Время продолжает идти, но мы уже его остановили. Поэтому не переживайте, дорогие друзья. Итак, Роман Левнович, аплодисменты. Конечно, давайте. Ну что, Роман. Рассказывай по сравнению с прошлым годом. Как все прошло? Все отлично, все супер. То есть можно, в принципе, дальше и не выпускать участников. Заканчиваем. Первое место и уходим, да? На самом деле. Но тебе вообще в этом году какое-то, не знаю, волнение больше было. Ты уже на опыте вышел как победитель. Волнение все равно есть. Присутствует, безусловно. Да, в принципе, это бывает достойно. И, конечно, волнение – это, конечно, нормально. Но в первом окану не есть. Хорошо. И чемпион прошлого года. Расскажи мне, пожалуйста, как изменилась твоя жизнь после победы? Появились ли поклонницы после этого? Конечно. Поклонницы этого молодого человека показала, да? А я имею в виду на работе, может быть, как все сказали. Так, пожалуйста, вот его не трогайте. У него сейчас свободный график. Ты же в этой же кофе не работал, так и работаешь, да? То есть отдельно ему там свой гонорар, и такого не было. Пришел, все, становись работой. Что? Да как был он все-таки? Поменялось отношение, коллег? Нет. Отношение, ну, само мне было. Горошее отношение. Я знал, что его было испортно. Я не знал, что он был чемпионом. Я не знал, что он только стал чемпионом. Слушай, класс. Ты позитивный, яркий. Давай, петуху. Аплодисменты, дорогие друзья. Я тебе желаю удачи. Ты большой молодец. У нас готовится выступать гейс Дмитрий. Если есть у нас участник, то, Дмитрий, вы можете уже подстроить, чтобы проходить звукорежиссеру. Вам дадут нашу экипировку. Я имею в виду микрофон. Если нужна какая-то своя компания.